Итак, тема проповеди будет называться Кричащий дух Не молчащий дух, кричащий дух Иногда бывает тоскливость на душе Бывает такое? Тоска на душе Просто не знаешь, что так плохо, так скучно, так депрессивно Думаешь, что такое? Я что? Я ненормальный что ли какой-то? Или я какой-то меланхоличный? Или погода какая-то странная? Или какие-то проблемы вокруг меня? Бывает тоскливость на душе И в этот момент мы пытаемся развлечься Мы встретили такое ощущение тоскливости, тоски на душе И мы такие думаем, мне надо поправить свое настроение И мы хоба начинаем что-то делать Фильм включать, кушать Кто что, кто как умеет Но на самом деле Это намного глубже Это кричит наш дух Послушайте, когда вы Божий человек, я имею ввиду вырожденный свыше И вам стало вдруг плохо Внутри Вам стало не по себе Вы сжатый У вас нету как бы видимых обстоятельств Для того, чтобы сейчас впасть в депрессию Но вдруг это приходит в вас И вы чувствуете какое-то одиночество такое Вроде вокруг вас люди Может быть даже неплохие люди Любимые, родные Но вы чувствуете вдруг какое-то опустошение Послушайте Это нормально Вот это первое, услышите Истина нас освобождает Это кричащий дух Если дух перестанет кричать, ты умер Если у тебя не будет такого насостояния Как Иисус сказал Жаждущие, идите все к водам Понимаете? Блаженные алчущие, ибо их есть царство небесное Алчущие, это люди голодные Если у нас нет ни голода, ни жажды То мы никогда к Богу не придем Потому что у нас не будет причины идти туда Когда мы идем к крану с водой? Когда пить хочется Мы же не идем, когда у нас все нормально и не хочется Мы идем именно тогда Мы думаем, такая мысль неотступная приходит Надо попить, надо попить, надо попить Надо срочно попить И не просто там что-то попить Надо именно воды попить И мы чувствуем, что нам нужна сейчас вода Организм требует воду И знаете, мы научились балансировать Мы научились регулировать это Что если, например, рядом нет воды Мы такие, ну сейчас подожди Сейчас попью Сейчас найду где-то воду С духом Дух, дух человека Он нуждается в еде И он нуждается в воде И он нуждается также Еще В прославлении Он нуждается встретиться с Богом Дух возрожденного человека Нуждается встречаться с Богом вновь и вновь Почему? Объясняю Потому что когда Бог сотворил человека Он не был живым Он не функционировал Можно сказать, это было просто как кукла Как манекен, как памятник Написано, что Бог нагнулся И вдохнул в него В лицо, в ноздри переводы есть Дыхание жизни Себя вдохнул Просто представьте Он набрал легкие И вдохнул Вдохнул туда И человек открыл глаза Человек стал написан Душою живою Он ожил И он стал моментально функционировать Моментально И первое, кого он увидел перед собой Догадайтесь, кого? Бога Ну, представьте Вот вы лежите Лицом вверх Бог нагибается Вдыхает вас И первое, когда жизнь приходит Открываются глаза Глаза Оба открылись глаза И вы видите Бога И дух ваш Он фотографирует Он запоминает Понимаете? Вот как говорится Что если Утенок там Или птенец какой-то Вылупляется Если ты будешь рядом В этот момент Он тебя будет считать Своей мамой Ну, и так бывает В разных других моментах То есть Кого он первого увидел Сфотографировал Запечатлил Себе в памяти Ты будешь его мамкой Будет бегать за тобой Этот утенок Или гусенок Я не знаю кто Вот когда человек Открыл глаза Он увидел Бога Теперь Он понял Это моя жизнь Это мой смысл Это источник Моего питания Источник моего питания Не является еда Не является вода Не является солнце И воздух Источник моего питания Первый источник Моего питания Является Бог И Павел пишет Что раньше мы были мертвы В наших грехах Дух наш был мертв Мы вообще не знали Бога У нас только душевное было И тело Понимаете? И все Душа и тело Дух Он был по отношению К Богу мертв Он тоже был Но по отношению К Богу Он не имел общения И он не знал Ничего о Боге Но в тот день Когда мы призвали Иисуса Христа Наш Дух Открылся Наш Дух Дух родился И теперь он Как маленький ребенок И если у тебя появился Маленький ребенок Учти Ты будешь с ним считаться Если ты не будешь С ним считаться Если он что-то захочет То ты выучишь урок Лучше ему дать Иначе Он тебе не даст жить Вот почему тебе не дает жить Твой Дух Он не дает тебе жить Он говорит Меня накорми Меня напои Он начинает кричать А ты думаешь Братья и сестры Помолитесь Мне так плохо Тебе не молиться надо Тебе надо получить Истину Тебе надо понять истину Что это нормально Сейчас сработал У тебя аппетит Не надо молиться Что Братья и сестры У меня аппетит случился Я не знаю Я такой голодный Помолитесь за меня Анатолий Ты такой духовный Помолись Анатолий скажет Ха-ха-ха-ха-ха Пойдем я тебя покормлю Вот тебе не молиться надо Тебе поесть надо Братан Или Я вообще не могу Не знаю Все пересохло А сестра скажет В чем дело Брат Тебе не молиться надо Тебе сейчас попить надо Понимаете То есть надо Просто иногда Быть реалистом Что если ваше тело требует И поесть И попить И поспать И знаете И попрыгать И повеселиться И ваша душа Нуждается В общении С людьми Вы звоните Кому-то Вы же так не можете Жить один Вы обязательно Кому-то наберете Позвоните Кому-то что-то Отправите А если вам еще Что-то отправят Вы вообще радостный Вы понимаете О, кто-то помнит Обо мне Вы вообще Счастливый человек Душевно Но дух Что с ним Вот он начинает О себе заявлять 1 Фессалоникийцам 5 глава 23 стих Современный перевод Итак Пусть сам Бог Дающий мир Осветит вас Всецело Чтобы ваш дух Душа И тело Сохранились Непорочными До тех пор Пока придет Господь Наш Иисус Христос Здесь Писание Говорит Четко Ваш дух Душа И тело Мы так живем Как будто у нас Только тело И душа А дух Дух Не знаем что Вот смотри У тебя семья Порядочная семья Ты человек Тоже порядочный Стараешься По крайней мере Быть таким У тебя как бы Все нормально И вдруг У тебя какая-то Внутренняя проблема Послушай Это маленький ребенок Которого ты не покормил Вот твоя проблема И все родители Выучили Понимаете Он может ночью Заорать этот ребенок Он орет Не тогда Когда ты захочешь Или когда ты скажешь Твое время Знаешь Кричать Вот Знаешь Дай мне поспать Не даст он тебе поспать Пока ты не ответишь На его нужду Вот ты В кругу друзей сидишь Вот ты общаешься И вдруг На тебя нахлынуло Нашло Такая Знаете Тоска Такое хорошее слово Ну всем понятно Тоска Так прям вообще Печально так стало Так скучно стало Все ха-ха-хи-хи А тебе скучно стало Бог тебя зовет В этот момент Твоя душа поела Твое тело поело А дух Иди сюда Иди сюда Тебя зовут Иди сюда Тебе нужен Бог Тебе нужен Бог Для третьего Для полного Такого числа Я тебе скажу Тебе нужен Бог В этот момент Дух ищет Слияние с Богом И он не может Ты как бы можешь Как будто бы прожить Без Бога Ты знаешь Еще воскресенье Еще там впереди А сейчас Что тут Будни Знаешь Ты вроде бы Можешь прожить Но дух Который в тебе Родился От Бога Не может И он Наводит Такой беспорядок Он как Боевая тревога Сирена И тебе нужно Понимать Что в этот момент Делать Послушайте Если человек Покормил Свой дух Что это значит Он читал Библию Он общался С Богом Через слово Он получал Пищу Он получал Откровения Он задавал Вопросы Он получал Ответы Откровения Его просто Будоражили Он молился Он помолился Он пообщался С Богом Прославил Бога Что-то просил У Бога Его дух Будет ликовать Его дух Будет ликовать Он будет ходить Весь наполненный Он будет любить Весь мир У него будет Все замечательно У него будет Праздник Просто в душе Знаете Внутри Будет человек Праздник А если человек Забыл Про свой дух То он Начинает Напоминать О себе И то что Человек Чувствует Напоминает Крик Младенца Который Будет кричать Пока Его не успокоить Пока Ты его Не утешишь Пока Ты не покормишь Его Молоком Младенца Он не успокоится Он будет кричать Он будет кричать Некультурно А так Что тебе Покой Не будет давать Мы все знаем Как кричат Дети Они не дадут Покой Пока Ты не ответишь На его нужду А он кричит Послушайте Это дух Куда не может Добраться Дьявол Это дух Это место Где Это твой дух Ты Новый ты Встречаешься С Богом И он кричит Я хочу Встречи С Богом Я умираю Без Бога Я не общался Я не молился Я не Не получил От Бога Жизни Я не принимал Хлебопреломления Уже Несколько месяцев Или лет Я не Не имею Внутри себе Жизни И твой дух Вот это Плохое состояние Такое Тревожное Состояние Ты пытаешься Его решить К сожалению Чаще всего Человек Начинает Не кормить Свой дух А заглушать Крик Чем попало Но Эта Проблема Не решает То есть В этот момент Когда пришла Тоска Тебе бы надо Помолиться Почитать Слово Божье Послушать Прославление Прославить Бога Ты же Божий человек Ты уже Перешел И смерть И в жизнь Ты не живешь По старому Образу жизни Ты живешь По новому Ты новый человек Новое творение Во Христе Иисусе Теперь все По другому И тебе надо Считаться С этим Ты Божий человек Вот почему Мирские люди Люди этого мира Глядя иногда На нас У них большие глаза И они видят В нас Фанатизм Какой-то Я таким фанатом Быть не хочу Я вам объясню Просто Просто объясню Нормально Логически Даже если вы Смотрите Вы неверующий человек И вы слушаете И мотаете головой Сейчас Да-да-да Эти верующие Они фанаты У них только Иисус Иисус Бог Бог Я вам объясню Простой пример Девушка Она могла Заниматься спортом Она могла Развиваться Она могла Петь Одеваться Во что она хочет Краситься Встречаться С подружками Но когда у нее Появился ребенок Она стала Фанаткой Своего ребенка Теперь он Строит ее день Он строит Планы На ее день Не она А он Она начинает Подстраиваться Теперь под него Понимаете И теперь она Может забыть Даже что она Накраситься Забыла Или та одежда Которую она носила Теперь не подходит Знаете На нее смотрят Говорят Ооо Ты так изменилась Ты родила ребенка Ты так изменилась Так а что вы хотели Она матерью стала Надо в это влиться Надо это понять Надо еще научиться Быть матерью А не то что Кричит ребенок Бабушка возьми Чтобы он мне дал Отдохнуть Ты мой Мне бабушка нужна А мама нужна Ребенку нужна мама А нашему духу Нужен Бог Потому что Если вы увидите Бога То вы поймете Что в Боге И папа И мама Это странно Может быть Звучит Потому что Мы везде слышим Отец Небесный Отец Небесный Тогда я задаю вам вопрос С кого была Скопирована Женщина Если Человек Это образ И подобие Бога Мы сразу Понимаем так Мужчина Это точно Образ и подобие Бога А женщина Чей образ И подобие Мужчины Поставьте Мужчину И женщину Рядом И вы увидите Что это два разных Человека В Боге есть И папа И мама В Боге есть Женщина И мужчина Бог Это не мужчина Иисус на земле Был в мужском теле Да и аминь Но сам Бог Он В нем Все В нем Все Вы можете Об этом Размышлять Только если Дух Святой Вас Ведет Иначе Вы скажете Бред Женщина А Это уже Какое-то Знаете Пошло язычество Типа Богиня Женщина Богиня Да А что здесь Неправильного Человек Бог С Бога Похож Он Бог с маленькой Буквой Скажем И женщина Это тоже Бог с маленькой Буквой А что не так Все не так Что ли В вашем Классе Не так Было Не классная Руководительница Была Богом В вашем Классе А Только Когда Пальцем Вела По дневнику По журналу Вы все Прятались Борис Там Прятался Наверное А я Еще Хуже Прятался Еще Как И на уроке Пении И везде А дома Что мама Не богиня Богиня Еще какая Там построить Всех может И все Отжиматься Будут Понимаете Конечно Мы не говорим Что человек Это независимый Бог Это еще Один Бог Мы не говорим Об этом Человек Это человек Но Он взят С образа И подобия Бога Поэтому Подобное Соединяется С подобным Почему Мужчину Влечет К женщине А женщину Влечет К мужчине В нормальном Состоянии Потому что Это дополняет Друг друга Вот почему Тебя Влечет К Богу Потому что Ты с Него Создан Ты немножко Отличаешься Даже Но ты очень Похож на Него И ты ищешь Свою половину Ты ищешь То Что Недостает Тебе И вот Когда твой Дух Когда твой Дух Ищет Бога То ты должен В этот В этот Момент Понять Тебе надо Уединиться Тебе сейчас Надо Уединиться С Богом И начать Просто с Ним Общаться Или просто Ищешь Прославление Ставишь И начинаешь Молиться Или начинаешь Читать Слово Божье Начинаешь Что-то Провозглашать Просишь Божий Опустошенный А Богу Так нравится Знаете Любым Хозяевам Послушайте Которые Ждут Гостей И которые Накрыли На стол Так что Стол Ломится Просто Продавливается От всяких Яств Просто У них Есть одно Желание И условия К гостям Чтобы Чтобы они Пришли Голодные Ну Представьте Вы пригласили Гостей Готовили Готовили За день С вечера Начали Выходили Там Покупали И вам приходят Такие Полуголодные Гости Взяли Там Какой-то Кусочек Да Ну Можно было бы Еще и Получше Приготовить А ты Так старался Так это Такие Гурманы Пришли Знаете Хозяин Скажет Что это Такое Как это Вы меня Обижаете Просто Я думал Сейчас Вас буду Кормить У меня Столько Еды Кому Я Наготовил Тогда Вот и Бог Он так Ему нравится Когда мы Голодные Он Ему так Послушайте Это Истина То что Я сейчас Говорю Это Истина Ему так Нравится Что тебе Моментально Стало Плохо Это Сигнал Это Сигнал Кушать 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 И он Так Нравится Поэтому Иисус Проповедовал Он Говорил Блажен И алчащие И жаждущие Правды Ибо Насытятся Почему Иисус Уходил По ночам На гору И молился Почему Он Не мог Он был Голоден Представьте У него Все было Слава Чудеса Все Но так Как он Был Отцом Создан Да Он Он Нуждался В отце Он Тянулся К нему Всегда Потому что Наступает Голод Это Время Кушать Наступает Жажда Время Пить И поэтому Если тебе вдруг Стало плохо Теперь ты знаешь А мне надо С Богом Общаться Мне не надо Фильм Включать В этот момент Мне не надо Звонить Людям Это Время Нужно С Богом И вот Когда ты Вдруг Попробуешь Этот Механизм Ты поймешь Так вот Что мне Счастье Приносит Так вот Оно Что И тогда Ты получаешь Радость Послушайте Душа Нам дана Чтобы общаться С людьми А дух Сотворен Внутри нас Чтобы общаться С Богом Что такое значит Общаться Общаться Это значит Восполнять Нужды Другого Вот Вы встречаетесь С другом С подругой Я не знаю С кем С любимым Вы встречаетесь С человеком Почему Потому что У вас есть нужда Вы никогда Не встретитесь Если у вас нет нужды У вас нужда Пообщаться Есть такая нужда С людьми У нас есть Нужда Пообщаться Есть она И мы встречаемся И общаемся Либо звоним В другую страну Либо приглашаем И общаемся Мы хотим Высказаться Мы хотим Чтобы выслушали Нашу правду Наши проблемы Мы также И знаете И тот человек И мы друг друга Выслушиваем И говорим И открываемся И мы такие Чувствуем Классно Так пообщались Вообще Понимаете Мы восполнили Нужды друг друга Но на душевном уровне И это нормально Тело Покормили Там Оно нормально Прошлись Там Для зарядочки Все Мы хорошо себя чувствуем И вдруг Плохо И вдруг Плохо Это не бесы Может у кого-то бесы Тогда их надо Выгнать Но если вы вдруг Почувствовали Что-то неладное Вон так Стало Скучно И грустно В стороночку Отходите Или просто Говорите Извините Мне сейчас надо Отлечься Идете И молитесь Идете И ищите Бога Ищете Прославляете Плачете Перед Ним Либо общаетесь Вам нужно Открывать Своё сердце Пока Бог Не придет В вашу жизнь Вы будете Умирать От этого Ужасного Чувства Я не скажу Что чувство Само приятное Нет Оно неприятное Послушайте Вот эта тоска Которая вдруг Находит на человека Это неприятное Чувство Так же Как чувство голода Неприятное Чувство Чувство жажды Неприятное Чувство Но убери их И ты умрешь С голода Ты не поймешь Что ты Умираешь А у тебя просто Нету чувства Голода Ты не кушаешь Вот поэтому Ты умираешь Иисус Это самая Счастливая Личность И источник Этой Счастья Это был Сам его Отец Иисус Сказал Очень Интересные Слова Иду К отцу Моему И знаете Он не поставил Точку Он сказал И отцу Вашему Он сказал Я дарю вам Моего отца Мы хотим Мы мечтали Чтобы наша семья Увеличилась Мы мечтали еще О детках Мы мечтали Всю вечность О детках Поэтому Это мой отец И ваш отец Иисус Когда учил Молиться Он говорил Молитесь Отец Наш Небесный И многие Выучили Эту молитву А сердце Не подключают У них Нету Взаимоотношений Они молятся От ума Я в детстве Тоже молился Меня родители Научили Я молился Вообще Как машина Отче наш Сущий На небесах Да святится Имя Твое Да придет Царство Твое Да будет Воля Твоя На земле Как на небе И знаете А сам вообще Можешь о другом думать Ты можешь Как стих выученный Молиться Но думать вообще О другом И потом я помню В один момент Еще в детстве Я такой думаю А почему я не думаю Мне надо думать Об этом Мне надо думать О чем я молюсь Мне надо думать О чем я пою Мне надо думать О чем я говорю Мне надо вкладывать туда Я не могу быть машиной Я не машина Я не робот И вот когда вы молитесь Общаетесь Вкладывайте туда Свое сердце И пусть у вас Вырастут ваши Личные Отношения С Богом Они не должны быть Похожи На мои На чьи-то другие Никого не копируйте Это ваш Бог Вы устанавливаете Отношения Не Бог Устанавливает Отношения Вы устанавливаете Какими будут Они в вашей жизни Как вы воспринимаете Бога Если Бог для вас далеко Вы будете На расстоянии Молиться Официально Выученными словами О дорогой Господь И будете Придумывать Александра Пушкина В молитве Не надо Говорите просто Какой вы есть Не, если вы Александр Пушкин Вообще Господь Будет просто Наслаждаться Ну если вы Простой человек Но заучиваете Какую-то Просто нелепую Молитву Которая из Каких-то Сложных Словосочетаний Вообще Переплетений Создана То это не От сердца Пусть она Будет От сердца Может у вас От сердца Будет так Я с Господом Встретился Может вы Такой человек Или когда вы Рыбу тянете Большую Какие у вас Тут чувства Могут быть Уже вспотели Минус 30 На улице Успотели Может что так Перед Господом У вас будет А вы выстраиваете Ваше И не надо Никому рассказывать А синих Другие не поймут Что вы там Как-то какие-то Воите там Или что-то Еще плачете Постоянно плачете В присутствии Божьем А смотришь Один брат Встречается с Господом Ха-ха 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 И вы думаете А я постоянно плачу А он такой Неблагоговенный Это его отношение А это ваше отношение И у Господа Есть разные цвета людей Есть Черные люди Чемнокожие Послушайте Они на нас смотрят Как на скульптуры Мы даже если будем Двигаться Во время прославления Мы будем стоять Как памятники Вы видели Как они двигаются Во время прославления Как у них Все двигается Все И Господь Специально так создал Что было разнообразие Не надо копировать Его Однажды приехал к нам Африканский пастор И он такой говорит Давайте помолимся сейчас И мы такие Собрались Кто-то начал Господь Благодарим тебя Он такой остановился Говорит Вам надо Говорит в Африку К нам поехать Поучиться молиться Что? Это молитва? Это молитва? Он просто обсмеял нас Я почувствовал Я почувствовал даже Комплекс Дискомфорт Какой-то Так вообще Неудобно стало У них там Орут У них там Молитва Огонь Да? Но это у них там А у нас здесь Вот так вот Хотя бы так Мы знаем Что надо увеличивать Я же вам говорю Когда поете Орите Кричите Делайте что-то Не стойте так вот О, песенка понравилась Сделайте погромче ее О, мою любимую Поставьте Это что, прославление Для тебя что ли? А? Или для Господа? Вы же Господа прославляете Нет, так и хочется сказать Диджей Иван Поставь мою любимую Но мы должны По-другому думать Что мы удовлетворяем Господа Он сейчас Наслаждается нами Даже, может быть Ты пришел Никакой Но ты пришел к нему Он так рад Он же не выругал Блудного сына Он ему радовался А того перегаром несло Там глаза красные Там изо рта Непонятно что Конечно, отец Переоденьте его, пожалуйста Чтобы я продолжил С ним общение В лучшую одежду И сразу веселиться Отмойте его Мы сейчас сразу же продолжим Сразу же Вот Но он не откинул его Так вот, знаете Не, а он наоборот Его обнял И целовал Вот с сегодняшнего дня Когда вам станет плохо Вы помните В этот момент Отец стоит Стоит на небесах И ждет Давай, сынок Давай, давай, доченька Давайте, давайте, давайте Давайте, давайте И он скажет Чавкай, 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 сынок Твой акцент Мне нравится Как ты чавкаешь Звуки С нас неправильное Представление О нашем Отце небесном Аминь Давайте сейчас Помолимся